ребят хотел бы порекомендовать вам smile1 это официальная донат-система в игру watcher of realms никаких откатов никаких разводников и прочего вы получите свои средства на аккаунт я и сам пользуюсь и вам рекомендую она дешевле даже чем shop.watcherofrealms.com и при этом является официальной все ссылочки будут в описании пользуйтесь всем привет ребят вы на текей спать и я текей и у нас сегодня x10 на древний призыв хочу разобрать стоит ли герои этого x10 нужно ли вообще под них крутится или нет но хочу сказать что сразу не надейтесь на супер мега большое количество лег тут их шанс 1 и 8 то есть это прям совсем слабенько из них падает хуже чем из синих на самом деле поэтому сильно не не надейте что вы выпадут эти герои иногда бывает что падают даже не язык здесь и да мы все это прекрасно знаем сегодня мы с вами разберем твинт винда и адмирала когтя это новый герой фракции хаоса и кошмара вроде как заточен под арену но разберем чуть подробнее начнем с твина потому что древний герой из фракция до топовый лидер на кб эта фракция очень хорошо заходит он набивает круче чем пирос но суть такая же прицельный огонь то есть он чем больше у вас фракции ада находится персонажей в бою против кб тем больше он нанесет от этой меткой урона вот мне конечно же он профит не чем пирос потому что и сам можно нести урона раза наверное в два побольше чем пирос ну чисто по своим данным там пульте и так далее вот что еще под вину можно сказать его можно использовать против боссов практически на каждой локации даже я знаю что против салазара его можно употреблять вы ставите его на клетку где ставите обычно лекаря на 18 этажей ультуете и убираете ну дальше лекаря и через соответственно стандартную схему проходите салазар чека но и к салазар чекам там зеленый слизень неприкольный вот где еще можно это вина использовать ну собственно говорю везде где надо убить какую-нибудь жирную соло цель вот ну понятно что на фракции можно еще использовать но основная цель ты на это кб большинство стесно пачек на кб то есть если мы сейчас пойдем в гильдию зайдем и там посмотрим пачки по урону то они будут через твина большей части то есть твин и салкаданс это вот ну вернее даже не через твина через пачку а да давайте так то есть там пирос и так далее то есть через салкаданс твина потому что это просто топовая фракция на кб сейчас вроде как судьи к ней плюс-минус приравнялись но сам факт что многие проходят через твина набивая много-много-много-много десятков тысяч крови вот это его основная применимость какие шмотки я сейчас вам покажу на экране это сборка артефакты но стандартные артефакты снаряжения во что одевать вот самого твина ну и собственно перейдем от вина на самом деле больше не знаю почему сказать можете в комментариях где вы счет вина используйте но мне напрашиваться вот салазар чик и естественно к башек все остальное мне не напрашивается где его использовать можно конечно по отзывам что люди его ребята планируют тут использовать война гильдии ну наверно потому что там есть жирные цели рейд для опыта тоже плюс-минус понятно рейд для золота тоже понятно разлом пустоты но опять же тоже понятность через фракцию играть рейд снаряжение 1 опять же тоже понятно рейд снаряжение 2 но слушайте тут прям супер мега везде супер мега оценки хотя на том же радио для материал фрактов 46 я бы мне поставил хотя не приговорит пол пол здоровья салазара можно сносить но опять же все это понятно есть герои папа покруч на самом деле но но сам герой конечно же на твердую пятерочку если он выпадет я вас очень сильно поздравляют условно там зелиту салазар то есть не хуже этих герой по полезности на вашу макалу давайте когти перейдем когуть новый герой но их водит уже достаточно много тотален фален вот тоже такой же в общем тут они выше под арену замахнули потому что он из героев из хаоса этим надо там еще хп просаживать у него увеличивается ну например от пробивания до недостающего за пробиванием увеличивает какая у него особенность у него и стягивающий такой цепь где он героев притягивает ну и до пяти по моему у него урон до пяти целей то есть это очень очень прикольно такой массовый боец раньше нам их на самом деле не хватало сейчас их наводили очень много и это один из них мне еще никто не упал ни фалины не то есть из массовых бойцов меня только валькирия и то как бы это чуть-чуть другой момент она бьет намного клеток вперед но этот товарищ у него зона как у зелитушки то есть может лево-право еще бить принципе достаточно полезный человечек персонаж потому что он пробивает потому что он массовый то есть это много урона плюс можно применять на арене массовый урон в секунду как вариант ну и собственно можно применять на рейде снаряжение один тоже как вариант опять же его особенность это достаточно большое пробивание по моему там до 50 процентов он может пробивание соответственно поменьше там через пробуды через естественно увеличить это пробивание и он достаточно большое то есть урон увеличивается прикольный поезд игра написано тут не понятно почему поздний грамм мастерство арене понятно потому что у него цена на арене меньше плюс герои хаоса но их рак стать он сказал кошмара потому что его можно с кошмара вместе разгонять на том же самом ради снаряжение один просто поставил там парочку кошмара и разогнал его да вот у него еще там и уменьшается при ульте скорость атаки, но там при пробуде этот эффект уменьшается. Собственно, по Адмиралу Когтю хочу сказать, что герой на твердую четверочку, особенно вас вам не хватает массовых товарищей, то есть раньше мы без массовых магов в этой игре практически ничего не могли делать, сейчас нам дают альтернативу, это массовые бойцы. Это, в принципе, хорошая альтернатива массовым магам. Конечно, они похуже наносят, поменьше наносят, это не Хамет, это не Вьерна, это не Морриган, это даже не Ион, но он может сделать грязь на вашем рейде снаряжении 1, как вариант. Можно применять и на рейде снаряжении 2, ставив как зелету, таким боком, в итоге, соответственно, он будет уносить мобов, которые идут на вашего танка, достаточно неплохо, да, все-таки массовый урон с пробиванием, очень клевая штука. Вот так, что герой не мусорный, многие написали, что проходной, он зачем нам нужен? Нет, герой прикольный, Адмирал Коготь, говорит, твердая четверка, твин пятерка. Курица нет, я вам не скажу, на Адмирала я вам сейчас набор артефактов и шмота тоже покажу. Вот, ну, могу сказать, что 10 февраля, опять же, напомню, что копите осколки до 10 февраля, делай как я, делай как я, то есть, вот, я коплю, не открывался не под Эловен, у меня Эловен есть, хотя можно было бы и пооткрываться, чтобы получить те же самые пробуды, вот, но я буду копиться под древний призыв, скорее откроюсь, потому что нет массового бойца и нет вина, то есть под него я откроюсь. Вот, ну а вам, смотрите, сами менеджером вашего аккаунта являетесь только вы, лучше вас никто не может знать, что вам нужно. Вот, нужна фракция Ада, нужен улучшение там Пироса, либо даже Пироса не открутиться надо. Нет массового урона, нужен рейд снаряжение 1 увеличить этажи, соответственно, вам нужен Адмирал Коготь. Вот, но, говорю, Адмирал Коготь это четверчик, то есть, конечно, массовых магов вам лучше дождаться тоже. С вами был Тикей, на канале Тикей Спати. Подписывайтесь, ставьте лайк, колокольчик, здесь бывают стримы, подписывайтесь на полезные ссылочки в описании, смайл донатом используйтесь, ну и жду вашу в комментариях, ваши все вот, что вы думаете по этим дом-героям и как открылись, как вы открылись, ребята. Все, всем спасибо, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok